Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Островский Михаил Аркадьевич, действительный член Российской академии наук, выпускник кафедры физиологии человека и животных биологического факультета, заслуженный профессор МГУ, заведующий лабораторией в Институте биохимической физики имени Эммануэля Ран. Академик Островский, создатель отечественной научной школы в области молекулярной физиологии и патологии зрения, автор около 300 научных работ и двух монографий. Им развито представление о свете не только как о носителе зрительной информации, но и потенциально опасно повреждающем факторе. Михаил Аркадьевич Островский, лауреат премии правительства Российской Федерации, удостоен правительственных наград, медалей имени Сеченова Ран. Академик Островский, президент физиологического общества имени Павлова, которая в 2017 году отметит свое столетие. Академик Островский в студии программы «Медицина в контексте». Здравствуйте, Михаил Аркадьевич. Наша программа пытается осознать место человека в мире живого и потому рассказывает в том числе и об эволюции разных органов и систем. Сегодня тема нашей беседы, тема вашей презентации, вашего рассказа. Это зрительная система, орган зрения, глаз, который при популяризации иногда называют еще куском мозга, выведенным наружу, что не вполне справедливо, потому что есть, например, нос с его нервными окончаниями, также вполне наружными. Но все-таки у зрения статус особый, и связано это с тем, что люди, утратившие зрение, отличаются особой чувствительностью, особой развитостью других систем восприятия внешнего мира. Зрение, оно выделяется. Молекулярная физиология зрения, пожалуйста, вам слово, Михаил Аркадьевич, и последние данные мы сейчас от вас получим. Спасибо, спасибо, спасибо. Вот насчет того, что зрение статус особый. Вот к этому я хотел бы несколько самых общих слов. Самых общих слов. Знаете, дело в том, что, как это говорится, поэт в России больше, чем поэт. Так вот зрение – это больше, чем просто физиологическая функция, одна из физиологических функций. Зрение – это вот вся наука. На зрение сфокусирована физика, химия, биология, в последнее время математика особенно, всякая теория информации. На зрение сфокусировано искусство, живопись, архитектура. На зрение сфокусирована лингвистика, как выясняется, поскольку мера богатства языка сейчас, вот одно из мер, это вот как много эпитетов к оттенкам цвета. Вот если в английском языке огромное количество слов, обозначающих различные в русском языке, очень много. То есть я к тому веду, что зрение – это весь мир, это вся наука. И религия, священное писание написано, что вот зрение и слух – это вот от Господа Бога. И надо сказать, что почти до самого, не то что последнего времени, но очень долго основным аргументом божественного происхождения жизни было то, что не могло каким-то революционным способом возникнуть такое совершенство, как зрение и слух. И вот зрение в этом смысле – это нечто особенное. Поэтому зрение – это часть культуры. Вот я на следующем слайде хотел бы подчеркнуть вот три простых мысли. Они на самом деле достаточно банальны. Во-первых, наука – это часть культуры. И это очевидно совершенно. Я бы добавил, наука – это часть культуры, а не служанка технологии, как пытаются сейчас многие представить науку. И без понимания вселенной, астрономии, биологии, эволюции, генетики, культура была бы не культурой. Понимаете? Поэтому наука – это в полном смысле слова – часть культуры. И вот это надо понимать всем, кто вообще задумывается… Кто считает себя культурной. Нет, вообще-то это современная цивилизация. Понимаете? И те люди, политики, которые думают, что наука для того, чтобы сделать атомную бомбу или мобильный телефон, или только лекарство – это заблуждение. Это наука, это часть культуры, а из нее проистекает все остальное. Теперь наука зрения, восприятие света и цвета. Это важнейшая часть культуры, как я бы только что сказал, потому что понимание живописи, живописи, понимание архитектуры, понимание мира, понимание мышления невозможно без понимания механизмов зрения. И в этом смысле древние греки, египтяне, вот науке о зрении там 2,5 тысячи лет, философы древней грекции пытались объяснить очень наивно, вот как мы видим, что вот какие-то слеп, какие-то лучи выходят из глаз, ощупывают предметы, и потом эти слепки возвращаются обратно. У египтяна есть замечательная книжка Вавилла, я сейчас это покажу, «Глаз и солнце», где вот он описывает вот эту историю изучения. Это отдельная глава, это отдельная безумно увлекательная область, история изучения зрения, не только вот естественно научная, но и философская, и много чего. И наконец, и вот к этому пришли совсем недавно, зрение – это мышление. То есть вот механизмы зрения, механизмы опознания образа, то, что я вижу вас и понимаю, что вы – это вы, а вы видите меня и понимаете, что я – это я, это зрение, но это уже высшая форма зрения, это опознание образа, это опознание смысла. И в этом смысле, вот когда сейчас уже всерьез рассматриваются нейрофизиологические механизмы памяти, сознания, здесь сделаны большие успехи, то вот модель, даже не модель, а суть зрения – это и есть мышление. Есть замечательная книжка профессора Глезера из Петербурга, которая так и называется, очень известная книжка в научном мире, так она называется – «Зрение как мышление». Поэтому я и говорю, что зрение, оно как бы вся наука, вот все сфокусировано здесь, и я покажу это просто на конкретных примерах, поэтому зрение и слух и вообще вот такие высшие функции, они – это то, что надо. Вот это вот то, что безумно увлекает, как далекие миры, Вселенная, вдуманность Андромеды, это вот из этой серии, понимаете, это из этой серии. И я сейчас попытаюсь показать какие-то слайды, из которых будет видно, что не слабые люди этим занимались, и слабые люди этим занимались. Ну, сейчас, как самое первое, примитивное, самое простое введение, то, что я бы хотел сказать – глаз и солнце. Идея очень проста. Наш глаз возник благодаря солнечному свету. Вот все зрение, все механизмы зрения сформировались благодаря и тому, что до Земли доходит вот определенная часть солнечного спектра. Поэтому в этом смысле, и даже есть у древних египтян, там гимн солнца, там написано «лучи твои создают все глаза всех тварей твоих». – То есть это продукт солнца? – Да, это продукт солнца. И вот эти древние египтяне, там, 3000 лет назад, они сформулировали то, что сейчас стало совершенно очевидным, что действительно глаз сформирован, вот весь механизм, весь молекулярный, субмолекулярный механизм зрения, он сформирован под видимый свет. Под видимый свет. И это сейчас уже почти банальная мысль. Но до этого надо было дойти. До этого надо было дойти. Еще я хотел бы на этом слайде показать, что во всем этом огромном электромагнитном спектре солнечного излучения, там, от рентгена до инфракрасного, видимый свет – это только маленькое, узенькое окошечко. Это всего лишь там 390 нанометров, 380, то есть, ну, в общем, 400 считается, до 700 нанометров. Вот узенькое всего-то от 400 до 700. Всего лишь… И поэтому назван видимый свет – это часть спектра, потому что мы его видим. То есть, наоборот, вот эта часть спектра сформировала орган зрения. Орган зрения всех живых организмов от амебы до человека, будем так говорить. А справа я показываю, ну, схему строения глаза, и просто хочу обратить внимание, что, конечно, до Земли доходит и ультрафиолет, и жесткий ультрафиолет часто, и ближний ультрафиолет. Но вот в данном случае глаз позвоночных, глаз человека – это частный случай. Частный случай. Вот роговица. Она задерживает жесткий ультрафиолет. Короче, там, 290 с чем-то нанометров. Хрусталик. Хрусталик – это не только фокусирующий низом. Это важнейший светофильтр. Он отсекает ближний ультрафиолет. Если бы, не дай бог, хрусталик не отсекал этот ультрафиолет, сетчатка бы сгорела. Сгорела, конечно. Просто сгорела. Поэтому я об этом буду говорить еще в конце лекции. Поэтому, когда удаляется катарактальный хрусталик, то очень важно вставить такую интерокулярную линзу, такую искусственную хрусталик, которая так же, как естественную хрусталик, отсекала бы эту часть спектра. И когда впервые начали использовать эти, придумали и стали использовать интерокулярные линзы, это было ужасно. В том смысле, что это было из полиметилметокрылата, и они пропускали весь солнечный спектр. Весь вот этот вот и ультрафиолет, и жесткий ультрафиолет, и была масса осложнений. Пока стало очевидно, что интерокулярная линза должна имитировать по своему спектру пропускания естественных хрусталик, поскольку естественных хрусталик – это и есть светофильтр. Ну и потом видимая часть естественно проходит, поглощается в сетчатке, и создается изображение. И инфракрасная часть частично проходит, но это отдельная история сейчас. Короче говоря, вот эти оптические среды глаза, они и отсекают вот эти опасные, ненужные части спектра, и пропускают только видимый свет. Это альфа и омега, так сказать, современной физиологии зрения. Теперь о сетчатке. Это вот самые-самые такие вот простые, не знаю, примитивные, можно сказать, введения. Это в школьном учебнике. Да, даже в школьном учебнике. Но к чему я показываю этот слайд? Сетчатка, она выстилает дно глазного бокала. Вот она. На самом деле сетчатка – это как пирожное Наполеона. Она состоит из нескольких слоев клеток. Вот этот как бы наружный слой – это зрительные клетки, палочки и колбочки, светочувствительные клетки. Вот они-то и поглощают квант света, вот в них-то и начинается, запускается весь сложнейший процесс зрения. Вот они – палочки и колбочки. Дальше идет первое синаптическое переключение на так называемые биполярные клетки, потом так называемые нервные ганглиозные клетки. И дальше вот от этих ганглиозных клеток, это вот миллионы этих клеток, они собираются в пучок, и это есть зрительный нерв, который посылает информацию в мозг. Великие гистологи, особенно вот Рамон и Кахал, это великий испанский гистолог, классик в конце 19-го, начало 20-го века, один из первых лауреатов Нобелевской премии, он изучал строение мозга, строение сетчатки, и вот он провозгласил то, что сейчас стало очевидным. Сетчатка – это часть мозга, помещенная в глаз. Сетчатка – это не фотопленка в фотоаппарате. Фотоаппленка является только светочувствительное вещество, условно говоря, вот в этих клетках, палочках и полночках. А на самом деле сетчатка – это вот сейчас до этого уже дошли, и сейчас это интереснейшая область, это совершеннейший биокомпьютер. Причем, чем примитивнее мозг, тем сложнее сетчатка. Например, в этом смысле мозг лягушки, он намного примитивнее, чем мозг человека. Но сетчатка лягушки берет на себя массу функций, которые, в принципе, должны быть в мозгу. Поэтому обработка информации в сетчатке лягушки более чем совершенна. В этом смысле сетчатка человека отнюдь не венец природы. Может быть, наоборот, эволюция пошла в сторону упрощения сетчатки? Правильно. Да? Да. То есть часть функций, которые были у лягушки, условно говоря, или у змеи, они ушли в мозг. То есть чем проще сетчатка, тем высоко организован. Поэтому в этом смысле чем проще примитивнее мозг, тем сложнее сетчатка. В этом смысле сетчатка человека примитивнее, чем сетчатка лягушки. Ну, как бы то ни было, но это вот самое главное. Сетчатка – это часть мозга, помещенная в глад. А отсюда медицинское следствие. Если сетчатка по тем или иным причинам повреждена, это называется дегенеративное заболевание сетчатки, а в первую очередь дегенеративное заболевание – это гибнут зрительные клетки. Их не восстановить. Так же, как если есть дегенерация мозга, там, болезнь с геймером, пойди вылечи. Пойди восстанови. В этом смысле, что сетчатка, они эмбриологически похожи. То есть это часть мозга, это не фотоплёнка, это сложнейший, то есть истинным органом зрения является не фотоаппарат, не вот холесталик, не сикловидное тело. Это всё, так сказать, конструкция. А суть дела, ради чего всё затеяно, это вот сетчатка. Вот истинный орган зрения, где запускается зрительный акт, идёт сложнейшая обработка информации в этих слоях сетчатки, и зачем информация, обработанная в сетчатке, посылается в мозг. В этом смысле холесталик это всего лишь фокусирующая линза, а она уменьшает и переворачивает изображение. Поэтому изображение вашего лица у меня на сетчатке перевёрнутое, и моё на вашем сетчатке тоже перевёрнутое. И дело мозга переворачивает всё обратно. Но с точки зрения обработки информации сетчатка совершенно безразлично. Я потом покажу ещё картинку и расскажу и о Ганне Киплере, который это осознал. А вот ещё эксперименты же были, по-моему, с детьми какие-то. Конечно, когда снять очки, можно надеть очки, переворачивать изображение, вы две недели ходите, и, наконец, мозг соображает, что надо всё стоять как надо. Классические эксперименты. Да-да, потом очки снимаются, и снова тебе надо там 10-12 дней, чтобы снова вернуться обратно. И это проблема пластичности мозга. Но сетчатка обрабатывает информацию, ту, которую она получает, и ей в этом смысле без разницы, вверх ногами или не вверх ногами. Потому что обрабатывается очень сложное изображение. Оно не как в фотоаппарате, не как на фотоплёнке. Это отдельная история. Это отдельная история. И теперь буквально несколько слов в самом общем виде, вот, как говорится, с чего начинается Родина. Вот с чего начинается вот это вот таинство, о котором задумывались древние греки, их это безумно волновало. Каким образом свет, то есть физическая форма движения материи превращается в зрительное зрение. И то, перед чем капитулировал Дарвин, да? Ну, он перед другим капитулировал. Я сейчас это расскажу. Я просто к тому веду, что вот каким образом, как вот энергия поглощённого кванта света, это физика, превращается в биологический зрительный сигнал. И вот как именно это происходит на молекулярном уровне, это вот уже на моей памяти, и мы в этом как-то участвовали. Это последние, ну, полвека, не более. Последние полвека. Вот совсем примитивная картинка. Вот квант света. Он поглощает светочувствительные молекулы зрительного пигмента, которые называются родопсин. А родопсин – это от греческого слова. Род – это розовый, а пчин – это видеть. А пчин – это видеть. Поэтому это отдельная очень интересная история. Короче говоря, квант света поглощаются молекулы. Значит, один квант света может поглотиться только одной молекулы зрительного пигмента. От того, что эта молекула поглотила квант света и каким-то образом изменилась, она запускает некий ферментативный каскад реакции, я об этом скажу потом, и возникает электрический потенциал вот на этой клетке, на этой мембране. И вот этот электрический потенциал медленно распространяется до так называемого прессинаптического окончания, то есть до окончания этой клетки. И здесь химическим путем, химическим, с помощью вещества, которое называется глутамат, передается вот этим следующим нервам. Вот совсем примитивная, грубая схема, до чего дошла наука вот к нашему времени. Квант света, ферментативные реакции, электрический сигнал, в медиатор, и поехал, пошло-поехало. Вот в самом общем виде то, что уже вошло, если не в школьные, то уж, по крайней мере, в студенческие учебники. Вот как они выглядят на самом деле. Это сканирующая электронная микроскопия. Вы видите, это действительно палочка похожа таки на палочку. А колбочка на колбочку. Поэтому они получили это название. И вот то, о чем я сейчас говорю, вот это превращение таинственного кванта света в зрение, оно совершается вот в этом наружном сегменте. То есть вот в этой части клетки и совершается превращение кванта света в биологический сигнал. И то же самое в наружном сегменте колбочки. Наверное, я сейчас должен здесь сказать, а то я потом забуду, что палочки – это сумеречное зрение. Поэтому ночью все кошки серые. У нас, естественно, в суммиках нет светового зрения. Колбочки отключены. Колбочки не работают. Колбочки в сто раз менее чувствительны, чем палочки. Зато каждая палочка способна выдать нервный сигнал на поглощение всего одного кванта света. И вот этот вопрос, который четко встал где-то в середине, там, в 60-х годах. Каким образом поглощение одного кванта света, одной молекулы рэдапсина из 10 в 9 степени молекул может быть детектированный и породить зрительный сигнал. Вот отсюда возникла вся идея, как идет усиление этого сигнала. И как проблема борьбы с шумом. Поскольку это же не фотоумножитель при жидком азоте. Это же 37 градусов Цельсия. Как борьба с шумом. До сих пор до конца это не очевидно. Как идет борьба с шумом. Но факт налицо. Один квант света, я сейчас покажу откуда это следует, поглощается одной зрительной клеткой, возникает зрительный сигнал, а уже суммирование от нескольких палочек дальше мы воспринимаем как сломенькую вспышку света. А колбочки, они в 100 раз менее чувствительны. Поэтому они не могут работать в сумерках. Они работают днем. Это дневное зрение. Но зато их, это я забегаю вперед, три типа. Красный, зеленый и синий чувствительный. Вот они обеспечивают световое зрение. Палочки сумеречные. Всю палитру. Да, да. Всю палитру. Ведь все краски мира это вот эти вот колбочки. А чтобы увидеть звездочку на небе, да еще краешком глаза, потому что палочки на периферии сетчатки, это вот палочки. И вот зрением, они, конечно, философы Древней Греции безумно интересовались, но физики, настоящие физики, люди образованные, любопытные, которые тоже, по-моему, не делили мир на департаменты, для них зрение это было вот лакомый кусочек. Надо сказать, до сих пор, когда появляются какие-то новые физические методы, что в свое время электронный микроскоп, что вот мы сейчас используем сверхкороткие лазерные вспышки, намно-секундные, фемто-секундные, то первое, что физики или сами, или вместе с биологами запихивают в эти приборы, это вот или сетчатка, или родопсин. То есть, вот зрение, это вот первое, что хочется посмотреть. И вот это вот, знаете, эта книжка «Физики шутят» знаменитая. И вот я взял, эта биология становится слишком серьезной наукой, чтобы ее можно было доверять биологам. Но это, конечно, мне как биологу ничего хорошего, но я хочу сказать, что в общем, в значительной мере это было правда, особенно вот в это время. И вот вам, пожалуйста, оптика глаза, великий Оган Кеплер, великий астроном, 1611 год. Простой вывод, а до этого масса народа этим занимается, Леонадо де Винчи и другие, хрусталик – это фокусирующая линзи, это не орган зрения, как думали, это всего лишь фокусирующая линза. И великий Иоганн Кеплер вот задал замечательный вопрос, и он сказал, получается, это камера вскура, что это изображение уменьшенное и перевернутое на сетчатке глаза, как в любом фотоаппарате, и он написал замечательную фразу, я оставляю натуру философам объяснить, почему мы видим мир неперевернутым. Натру философа, то есть биологам. И вот только в конце в середине, ну да, в конце 19 века, в начале вот было четко объяснено, что это мозг переворачивает, и как это происходит. Цветовое зрение – это вообще отдельная песня. Есть такие массы книжек, вот такие толстые, такие тонкие. Вот в Кембридже недавно вышла замечательная книга Color Vision. Цветовое зрение – это особая статья. И вот Томас Юнг, 1802 год, 26 лет, врач по образованию, с его именем связана дифракция, интерференция и так далее. Вот Томас Юнг, молодой врач, сформулировал из психофизических, психофизиологии, это была на самом деле психофизиология, он сформулировал простой, ну, как бы, постулат, гипотезу, гипотезу я подчеркиваю, что должно быть три основных цвета, синий, зеленый и красный, смешение которых дает все краски мира. И вот эти три основных цвета, это первая гипотеза Томаса Юнга. Потом Джеймс Клэрк Максвелл, великий Максвелл со всей электродинамикой, ну, там можно долго читать и рассказывать, а Максвелл, вот он вел количественные теории, он занимался цветовым зрением, и вот современные количественные, так сказать, теории или количественная наука о цветовом зрении, это идет от Максвелла. Вот вам великий физик, неслабый физик. Герман Гельмгольц, который первой половиной жизни был сугубо физиологом, оптиком, а потом он стал вообще физиком, и он был, и так, то есть он, на самом деле, один из первых классических биофизиков, на самом деле, Герман Гельмгольц. Вот он продолжал доказывать вот эту трехкомпонентную гипотезу, я подчеркиваю, гипотезу. Почему? Потому что только уже я был, так сказать, вполне, так сказать, зрелым ученым, когда, значит, это было почти одновременно, как всегда, как бывает, в середине 60-х годов в лаборатории в Гарварде у Джорджа Уолда Дартон Баймакер в Лондоне в Минфрологическом институте, Япония с Томитом, по электрофизиологии там была микроспектра фотометрии, вот буквально за 65-66-67-й год почти одновременно появились работы, когда гипотеза превратилась в теорию, в факт, то есть микроспектр фотометрический удалось зарегистрировать спектры поглощения отдельных колбочек, понятно, и человека, сначала это была там золотая рыбка, потом это, а потом человека, и Атомит это делал электрофизиологически, он втыхал микроэлектрод и смотрел электрическую реакцию колбочек, и они все статистически распались на три группы, синий, зеленый, то есть все, что предсказал Тома Юн в 1802 году подтвердилось экспериментально в 1965-67 году, это отдельная интереснейшая история, но я просто к чему веду, физики, ну и физики, я не хочу, я не хочу обидеть физиолога, я просто хочу сказать, что физики безумно этим интересовались, абсолютная чувствительность глаза, всегда волновала, как мало света может человек увидеть, где этот предел, мы же в темноте полной не можем видеть, без света зрения не бывает, должен быть квант света, который проглотится молекулы зрительного вещества, Ленгли, американский физик, который изобрел балометр, это был прибор, который мерил количество света, первое, что стал делать Ленгли со своим балометром, это смотреть на собственном глазу, как мало света он может увидеть, а потом, как видите, неслабые физики, Юрий Борисович Харитон, отец нашей бомбы, отец нашей бомбы, далее Сергей Иванович Вавилов, замечательный физик, я сейчас покажу. Я бы никогда не подумал, что Харитон занимался здесь. Это я раскопал эту статью 1929 года, и потом была группа авторов, это американец Херхт, Пьерен, француз, и вот в 42-м году они опубликовали такую большую классическую физиологическую статью, и после, но это я только назвал некто, там было масса, естественно, ученых, которые этим всем занимались, и вот после этого уже можно было сформулировать то, что я здесь написал, одного кванта света достаточно для возбуждения одной зрительной клетки, сетчатки, глаза, а именно палочки. И вот когда это осознали, стал вопрос, как это может быть? Как один квант может запустить такую сложную молекулярную машинерию? И как это не потеряется в тепловом шуме? Вот это, из этого все шло. Поэтому я к тому веду, что физики сыграли выдающуюся роль. А сегодня, это я забегаю вперед, этим безумно интересуются химики, потому что, вот я сейчас об этом буду говорить, фотохимическая реакция, то есть, что же делает квант света с молекулой? Это проблема современной химии. Это чистая фотохимия. Поэтому, это я могу похвастаться, у меня несколько лет тому назад был пленарный доклад на Менделеевском съезде в Волгограде, где я химиком рассказывал о первичных фотохимических процессах зрения. В этом году будет следующий Менделеевский съезд, и я снова на симпозиуме, посвященном фундаментальным проблемам химии, меня пригласил академик Федоров сделать доклад химия-зрение как фундаментальная химическая проблема. Ну, институт Эммануэля, как бы, это его сильная сторона. Я в тимфизике, я просто к тому, что химия-зрение, оно отнюдь не прерогатива физиолога. Ну, то есть, совсем не прерогатива. Ну, не совсем, тут бы я... Вот он, замечательный Юлий Борисович Харитон, это Николай Николаевич Семенов, основатель вашего института. А это его ученик, значит, тоже Зельдович Яков Борисович, вот они, отцы атомной бомбы. Но для того, чтобы дойти до атомной бомбы, надо иметь всю теорию физики, всю ядерную физику, это же не просто так, понимаете? И Семенов, вот он брал, и Николай Мачиманов, меня брали на работу, и вот я в институте химической физики с 70-го года, и... Ну, это отдельная история, какие-то замечательные были люди. И вот Юлий Борисович Харитон, которого Семенов послал к Розерфорду в Кембридж, и первое, что попросил Розерфорд Харитона, это счетчик Гейгера. Как мало квантов можно увидеть просто человеческим глазом. И вот Харитон, который был образованнейший человек, интересовался искусством, вообще-то был такой, знаете, ну, Леонардо Девинчо, я хотела рассказать. Он был замечательный совершенно. К счастью, я был знакомый с ним, и очень мало, конечно, я был знаком с Дельдоровичем, ну, и с Николаем Николаевичем. И вот Юлий Борисович Харитон совершенно сознательно выполнил абсолютно физиологическую работу. Вместе с Ли, такой был физик, у Розерфорда, и они опубликовали в Проседе Кройлс-Астрайте, в Лондонском Королевском Обществе, большую статью о абсолютной чувствительности глаза. Из этой статьи следовало, что один квант на одну палочку. И вот это доска на улице на Тверском, трижды герой соцтруда Харитон, трижды герой соцтруда Зельдович, ну, а теперь улица Зельдовича рядом с институтом есть. Вот такие люди. Сергей Иванович Вавилов, замечательный физик, президент Академии наук СССР, с его трагической судьбой, с его братом Николаем Ивановичем Вавиловым, это отдельная история, которой всю жизнь занимался квантовой природой света. Он был оптик, физик. И он был безумно интересующимся, образованнейшим человеком. И вот он написал в 1927 году, и опубликовал книжку «Глаз и солнце». Это лучшая популярная книжка о зрении. И вот сейчас есть такие литературные памятники, знаете, и я там, вот члены коллегии этих литературных памятников, и вот мы сейчас готовим фоксивильное издание, и я должен написать комментарий вот к 1927 году. Но к чему я веду? Это был оптический институт ГОИ, знаменитый ГОИ в Ленинграде. У него была там лаборатория, там был аспирантом, я даже работал в этой лаборатории. У него была масса сотрудников, у Сергея Ивановича, которые прямо занимались вот этой проблемой, абсолютной чувствительностью глаза. Но и совокупность всех работ, значит, если Харитон это конец 20-х, то Вавилов это 33-35-е годы. Вывод был тот же самый, один квант на одну палочку. Ну и, наконец, не могу, просто не могу не сказать про Леона Абраровича Арбели. Это был потрясающий физиолог, любимый ученик Ивана Петровича Павлова, его как бы последователь. И он основал, его докторская диссертация была про поводу цветового зрения у собак, кстати. И он всю жизнь вот со своих вот юных лет и до конца дней интересовался и увлекался физиологией зрения. И он создал замечательную школу вообще физиологии органов чувств и слуха, вот такой был член-корреспондент Гершуни, и обоняние, и зрение, конечно. Они с Вавиловым очень дружили, организовали тогда такие ежегодники, проблемы физиологической оптики, первые конференции по физиологическому. То есть они вместе с Вавиловым всячески развивали вот эту науку о зрении. И до сих пор, я хочу сказать, до сих пор вот отечественные школы в области физиологии зрения, они более чем на уровне. Это абсолютно, так сказать, правда. И в Петербурге сейчас в Институте эволюционной физиологии биокивии имени Сеченов, который организовал в конце жизни Леон Абгарыч. И в Москве есть несколько лабораторий, и эти лаборатории, поверьте мне, вот в этой области науки, не то, что впереди планеты всей, планку держат. Да, 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 это не впереди планеты всей, но вполне на хорошем уровне. И вот я просто позволю себе показать еще один слайд. Это наша лаборатория, это, собственно, тоже одно, то есть, ответвление школы Арбели, это в Пятницкой 48, вот это была наша лаборатория, в начале сюда я пришел аспирантом, это ученица Леона Абгарыча Арбели, совершенно замечательная женщина, Вера Геона Савсонова, а это вот я, молодой, красивый, это вот где-то вот начало 60-х годов. Просто к чему я показываю, что вот эти школы, с чем сильна отечественная наука, что у нас еще есть? У нас еще есть и живут, я не могу сказать процветают, но живут научной школой. Вот эта традиция научных школ, она и держит нас на самом деле. И в этом смысле школа Арбели, вот физиологическая школа, уж я не говорю, там школа Семенова или школа других великих людей, так сказать, наших ученых, они вот живут и держат нас на плаву. Наша беседа с академиком Островским будет продолжена в следующем выпуске программы «Медицина в контексте», которую мы посвятим современным направлениям исследования молекулярной физиологии зрения. Субтитры создавал DimaTorzok